Я думаю, вы тоже уже посмеялись над этой бредятиной, да? Великий Корнчий рассказал, что в 90-е ему приходилось подрабатывать частным извозом, дабы выжить. Смешная сказка прозвучала в эфире ВГТРК, в документальном фильме «Россия. Новейшая история», который пропагандисты показали вчера по случаю Дня Конституции, слушайте, хохотали всем колхозам. Когда Собчак проиграл в 96-м на выборах, почти цитирую Владимира Владимировича, я остался у разбитого корыта. Семья голодала, вот и устроился в питерское такси «Оскара», в студию, ребята, «Оскара». Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный. Впрочем, дальше было еще смешнее. Путину пришлось принять предложение от управ делами тогдашнего президента Ельцина и переехать в Москву, так как другой работы в это время не было. На этом месте я вообще чуть не расплакался и сразу же представил себе среднестатистического российского таксиста сегодняшнего, бывшего инженера с уничтоженного путинской стабильностью завода, к которому однажды пришли люди в черном и в буквальном смысле начали заставлять перейти на работу в Кремль, и которому пришлось в конце концов решиться на столь унизительный шаг, шаг назад практически, да не плачьте вот вы, я и сам сейчас разъявусь, потому что и так еле сдерживаюсь, ну правда ведь грустная история. А если серьезно, в очередной раз задаюсь вопросом, откуда в Кремле берут спичрайтеров для нашего главного, тех, кто речь ему готовит в смысле, из сумасшедшего дома что ли выписывают, ведь в окончательное посмешище старика превратили, он-то ладно, у него возраст, скорее всего не отражает даже того, что несет, ну блин, он ее ведь на весь мир показывают, вся планета после той киношки, семь с лишним миллиардов человек сидели, у телевизоров, мониторов и ухахатывались. И так уже в адекватности дедушки, многие за бугром сомневаются, так нет, мы им еще пищи для размышления подкинем, мистер Бин, блин, из 21 века, Жириновского на повороте, человек обойти умудрился, это реальная журналистика, материться хочется, честное слово. Поехали! В соцсетях меж тем прокатилась волна сообщений следующего содержания, теперь у Владимира Путина есть официальный канал в Телеграм, подписывайся и задавай вопросы президенту, самое смешное, что Ваня в очередной раз купился, особенно ура-патриоты, которые ай да перекидывать данный фейк друг другу, обсуждали что-то там между собой, сокрушались, мол, жаль, что комментарии закрыты, так хочется пообщаться с Главнюком напрямую, господи, ну откуда такие люди берутся? Ну почему русского человека так легко купить на простой фуфел? Какой телеграмм у Путина, если у него даже мобильного телефона нет? Он им пользоваться не умеет лично, об этом говорил всего пару месяцев назад. У меня мобильный есть, в отличие от вас, а у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович? Нет. Даже с питерских времен не осталось там, 8-921, нет? Ну, у Вани ведь память-то как у рыбки, которая помнит что-то ровно две недели, а затем жизнь начинается с чистого листа, именно поэтому мужики годами рыбачат в одних и тех же местах годами. Вот и с Ваней, похоже, та же история, ему годами врут, он годами верит. Я просто другого объяснения для себя найти не могу, в смысле много раз задавался вопросом. Как такое получается? Одни и те же люди на протяжении 20 с лишним лет обманывают целую страну, а страна снова и снова слушает очередные байки от этих людей, жадно развесив уши. Похоже, ответ найден. Ваня, рыбка! Ну, даже если я сейчас заблуждаюсь, и касается он и они всех, у меня еще один вопрос возникает, бог с ней с памятью. Ну, блин, полистать-то этот телеграм-канал можно было. Первое, например, что бросается в глаза, третьесортная реклама какого-то третьесортного коуча, вот она. Неужели патриотам и в этом случае не захотелось задуматься, какая реклама? На официальном канале первого лица государства? Нет, друзья, похоже, скребцов невозможно победить в принципе. Под натиском всеобщей глупости и линии падут любые бастионы, бесполезные любые аргументы, взывающие к здравому смыслу. Путин президент мира! Ура! Кто как обзывается, тот так и называется. Продолжаем разбирать сборник свежих анекдотов. Глава Академии наук Александр Сергеев призвал избавить российские школы от, внимание, амиканизации. С таким заявлением мужчина выступил в минувшую пятницу на заседании Конгресса молодых ученых. К сожалению, мы с вами видим, что из-за прыжка в капитализм мы пришли к такому же некачественному образованию, как в Америке. И они над нами теперь смеются. Смеются над тем, что мы ушли от великолепной системы, променяв ее непонятно на что. Тю, как неинтересно. А напомните мне еще раз, кто именно на протяжении двух последних десятков лет управлял нашей страной? Откуда взялась-то эта американизация? Невеликий ли Курмчий со своим приятелем Фурсенко и с другими коллегами из его команды затевали реформу образования в середине нулевых? Кто угробил советскую систему? В том числе школьного обучения? Кто разделил Миновар и создал министерство, название которого даже произносить стыдно просвещение, чьей подачи нормальные экзамены заменили бестолковыми тестами позорного ЕГЭ? Неужели все это сделал Навальный? Навальный бросал на меня камни! Ну подгорает уже, ей-богу. 22 года ребята из команды Владимира Владимировича совершали рывки и прорывы, они же. И их лживые пропагандисты все это время кричали из каждого утюга, то, что сейчас делается, приведет Россию к неизбежному процветанию. Вот этот вот, господин Сергеев, кстати, на должность президента РАН в сентябре 2017-го был назначен лично. Верховным главнокомандующим всея Руси, его не академики, выбирали своим главой, его Путин, в то кресло посадил, а теперь, значит, когда промахи полезли изо всех щелей ребятишки один за другим вдруг бросились искать крайнего, начался какой-то детский лепет, похожий на лопотание небезызвестного персонажа из нашей Раши. А кто это сделал? Несут их хинею про происки врагов, про западный след, ища всю дорогу какую-то черную кошку в темной комнате. Так вот, еще раз, напомню вам, дорогие рыбки, про рыбок выше говорил, что вот эти вот люди... Редактор субтитров А.Семкин Так вот, эти люди находятся у власти в России с 2000-го года. Вы внимательно всматривались сейчас в лица, засвеченные на показанных кадрах. Да, это команда, с которой Владимир Путин победоносно въехал в Кремль. Это команда, которая 22 года строила вместе с царем светлое будущее для всех, для нас. Это команда, которая и сегодня продолжает крутить штурвал российского Титаника. Все они без исключения. С 2000-го, повторюсь, сидят на ответственных должностях в нашей стране. Так где надо искать виноватого-то? Ладно, чтобы не на грустной ноте, вот сейчас держитесь за что-нибудь, российским судьям запретили материться в официальных документах. Такое решение на днях вынесла комиссия Совета Судей Страны по Этике, цитирую. Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Вопрос номер один. А что раньше можно было в смысле материться в официальных документах? Вот так прямо разрешалось писать в определениях судья такого-то суда постановил мачить к**ла в сортире. Ну если серьезно, и вот теперь вопрос номер два. Насколько компетентны российские судьи, если такие банальные вещи им приходится разъяснять? Да еще посредством целой комиссии, а впрочем, господа, хоть кто-то из вас удивлен. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, помогайте распространять ролик. В соцсетях тоже жду. Например, в Телеграме, там отдельные сюжеты выходят раньше. Ссылка внизу. Друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.